МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Вячеславович, сколько галочек должны поставить избиратели? Я так понимаю, что выборы одновременно будут проходить и в Одинцовском районе, и в Звенигороде? Да, у нас выбирается Совет депутатов Одинцовского городского округа, который образован в результате объединения Одинцовского района и всех его поселений из Звенигорода. Поэтому на всей территории будут проходить выборы. Мы избираем 40 депутатов, это число определено законом, из которых 10 избираются по пропорциональной избирательной системе. То есть места распределяются между политическими партиями. И еще 30 по 6-5 мандатным избирательным округам. Каждый избиратель получит два бюллетеня. В одном, там, где указаны партии, он должен поставить одну галочку, то есть проголосовать за одну партию. И в бюллетене, где указаны кандидаты, то есть фамилии, имена, отчества и остальные данные, избиратель может поставить до пяти галочек. То есть выбрать до пяти кандидатов, за которые он голосует. Кандидаты будут идти по округам, правильно? Да, конечно. Каждый округ, у нас шесть округов. В каждом округе свои кандидаты и, соответственно, каждый округ свои бюллетени. Там, ну, если говорить о числе, то в партийном бюллетене у нас 9 партий участвуют. А в бюллетене, ну, в избирательных округах пятимандатных у нас от 25 до 37 кандидатов. То есть в среднем где-то 30 человек на место, 30 человек в округе и, соответственно, 6 человек на место конкурс у нас. То есть надо жителям Одинцовского района и Звенигорода тщательно подумать, потому что выбор придется сделать из большого достаточного числа кандидатов. А сколько избирательных участков будет открыто в Одинцово и в Звенигороде? В общей сложности у нас на территории нового муниципального образования 230 избирательных участков, из которых 19 в Звенигороде и, соответственно, остальные в Одинцовском районе. Но это те же самые участки, которые были и на выборах президента, и на выборах губернатора. И находятся они, в принципе, почти за очень небольшим исключением в тех же местах. Ну, есть исключения, у нас там один, в одном случае дом просто был уже снесен, там, соответственно, участок перенесен. Все остальные в тех местах, где избиратели уже привыкли голосовать. То есть, в общем-то, для них ничего нового не произойдет, и дорогу к избирательным участкам они уже хорошо знают. Но наверняка также будут рассылаться приглашения, вешаться объявления, куда нужно идти голосовать. Да, у нас, начиная с 11 апреля, будут работать участковые избирательные комиссии. Соответственно, в этот период они будут информировать о времени и месте голосования, будут рассылать приглашения, размещать информацию другим способом. То есть, мы, собственно говоря, с 11 апреля будет такая активная фаза информирования. А каким образом оснащены избирательные участки? С технической точки зрения будут ли установлены КАИБы? Сколько их будет? Да, у нас, значит, из 230 участков 221 будет оснащен КАИБом. То есть, это те участки, где более 500 избирателей. Где менее 500, они будут без КАИБов. Но таких у нас всего 9 штук, 9 участков. Тоже традиционно мы, в принципе, уже к КАИБам привыкли. Это новейшая модель, вот КАИБ-2017, та, которая у нас была и в сентябре, и в марте прошлого года. А насколько часто происходят сбои в работе КАИБов? Или до выборов все настолько тщательно проверяется, что во время важного дня уже все работает исправно? Конечно, все проверяется. В субботу каждый участок проводит тестирование КАИБа в обязательном порядке. И в воскресенье перед началом голосования также проходит тестирование КАИБа. То есть, к моменту 8-часового утра, к открытию голосования, он уже совершенно точно должен работать. Никаких вопросов не было. Ну, в принципе, у нас серьезных сбоев по прошлому году именно с этой моделью КАИБа в КАИБе-2017 не было. Ну, я так понимаю, что там главное бюллетень правильно направить. Да, там будут, во-первых, на каждом участке будет плакат о порядке голосования с помощью КАИБа. И будут стоять члены комиссии, которые будут подсказывать. Ну, опускается он заполненной стороной, там, где кандидаты вниз, и головой вперед. То есть, в принципе, там все логично, но это еще раз подскажет. Единственное, бюллетень достаточно длинный, особенно по округам. Вот, его надо держать ровно, чтобы он просто не заживался. Ну, это дело такое, на самом деле. Техники совершенно не сложные. Куда обращаться жителям района, звени города, которые не могут в день голосования быть на избирательном участке? Ну, во-первых, у нас будет досрочное голосование, начиная с 10 апреля, в территориальной избирательной комиссии. То есть, только в Одинцово, в ТИКе. Что нужно сделать, чтобы принять участие в досрочном голосовании? Нужно подать заявление и подтвердить каким-то образом причину, почему человек не будет дома. То есть, не просто он пишет, а он нам должен какие-то представить доказательства. То есть, ну, я не знаю, билет, там, куда-то уезжает человек. Вот, в таком случае у него есть возможность проголосовать досрочно. Ну, и кроме того, у нас, конечно, есть возможность голосования вне помещения для лиц преклонного возраста, для тех, кто в состоянии здоровья, инвалидности, не может дойти до избирательных участков. Они вот в период с 11 апреля, когда будут работать участковые комиссии, могут в свою участковую комиссию либо письменно подать заявление, либо по телефону обратиться и, соответственно, предложить, попросить прийти на дом. Кто будет следить за ходом голосования на избирательных участках? И проходили ли члены избирательных комиссий какое-то специальное обучение перед этими выборами? Да, члены комиссии у нас проходили, сейчас будут проходить у нас как раз, ну, естественно, все основное обучение запланировано на последние две недели. Вот как раз сегодня началось обучение операторов КАИБов у нас. То есть, в каждом участке, в каждой комиссии будет два члена комиссии, которые будут отвечать за работу КАИБов. Они сейчас вот техническое обучение проходят. На следующей неделе у нас будет большое мероприятие с участием председателей и заместителей секретарей участковых избирательных комиссий. И еще непосредственно перед днем голосования мы их также будем собирать, проводить такое масштабное обучение, в том числе с участием избирательной комиссии Московской области. А будут ли общественные наблюдатели? Если будут, наверняка они будут, кто эти люди, кто может присутствовать на избирательном участке и наблюдать за ходом голосования? Да, будут. Во-первых, естественно, будут наблюдатели от кандидатов. То есть, каждое из этих большого количества кандидатов может назначить наблюдателя. Каждая партия может назначить наблюдателя, наверняка этим правом воспользоваться. Кроме того, наблюдатели могут назначить общественные палаты Московской области, как раз общественных наблюдателей, которые должны именно осуществлять независимые наблюдения. Может быть, любой гражданин, достигший 18 лет, вне зависимости от места проживания. Соответственно, комиссия должна получить от него документы о назначении. Какие права и обязанности у общественного наблюдателя? Права и обязанности тоже традиционные. Это наблюдение, то есть, имеет право он присутствовать в помещении для голосования, в помещении вне голосования, при работе комиссии с документами, при подсчете голосов. Наблюдать, но не участвуя непосредственно в работе. То есть, считать он не может, трогать бюллетени руками он не может, но наблюдать за всеми процессами, безусловно, агитировать не может. Но в день голосования никто не может агитировать, в том числе и наблюдатель. А наблюдать за всеми процессами, ну и в том числе, если он видит нарушение, обращаться с жалобами, он имеет право. Избирательная кампания на данный момент в разгаре. Как ее охарактеризуете? Есть ли какие-то нарушения? Как ведут себя кандидаты? Ну, пока действительно кампания в разгаре. Сейчас активно у нас последние, буквально дня три, начали кандидаты выпускать агитационные материалы и печатные агитационные материалы. Идет сейчас агитационный период СМИ. На телевидении в том числе. На телевидении, да, на Одинцовском в том числе идет. В газетах публикуют материалы кандидаты. Пока, я бы сказал, что достаточно умеренно и в соответствии с законом идет. То есть, пока обращения о каких-то нарушениях таких серьезных у нас нет. Но еще мы понимаем, что по мере приближения к дню голосования, естественно, и накал страстей, и активность всех кандидатов, участников кампании, конечно, будет только повышаться. Поэтому пока рано делать. Но готовы, наверное, к любым ситуациям. Да, конечно, мы готовы рассматривать любые ситуации и принимать соответствующие меры. А как на избирательных участках будет обеспечиваться безопасность? Будет ли видеонаблюдение? Традиционно на каждом участке будут находиться сотрудники полиции. На каждом участке будут установлены на входе рамки металлоискателей. И видеонаблюдение не планируется. То есть, на самом деле, в помещении не планируется. Но, как правило, участки у нас находятся либо в школах, либо в социальных учреждениях. И там установлены видеокамеры штатные вот этих вот учреждений. То есть, по периметру и так далее. Они, естественно, все будут работать день голосования. И, в принципе, опять же, все вопросы, связанные с безопасностью, они у нас уже достаточно хорошо отработаны. У нас же третья избирательная кампания за полтора года. Поэтому все взаимодействие с правоохранительными органами у нас, в общем, налажено. Полицейские также будут дежурить на избирательных участках, правильно? Следить за порядком, чтобы все проходило? Еще в помещении будут находиться полицейские, рядом будут находиться. То есть, там будут за общественным порядком следить. Они, естественно, будут. Будет ли комплект для голосования для маломобильных граждан на избирательных участках? Ну, у нас предусмотрено, как я уже сказал, голосование для маломобильных граждан на дому. Плюс будем... Ну, уже есть инициативы и молодежных общественных объединений по поводу организации волонтеров, которые будут помогать маломобильным гражданам подняться, подозайти, соответственно, на избирательный участок, если они все-таки хотят проголосовать именно в помещении, а не дома. Специальных комплектов не предусматривается у нас, но вот такая помощь, она, конечно, будет оказываться. Сколько времени, как правило, уходит на подсчет голосов, когда будут известны уже предварительные итоги голосования? Ну, у нас, с учетом того, что достаточно длинный избирательный бюллетень, большое количество кандидатов, плюс два избирательных бюллетеня, конечно, это будет там, ну, несколько часов. В принципе, я думаю, что к середине ночи мы уже должны, с учетом того, что у нас КАИБы, а это существенно ускоряет процесс подсчета голосов, то есть считается не вручную, а считает компьютер, и выдает уже, собственно говоря, распределение голосов по кандидатам, посчитанно автоматически. Вот, я думаю, что там, к середине ночи у нас уже будет представление о том, кто, какие результаты в целом по району. А когда уже можно будет говорить об окончательных результатах выборов? Ну, я думаю, что если все пойдет нормально, если не будет каких-то там серьезных жалоб, серьезных нарушений, то в понедельник, 22 апреля уже должны быть определены итоги по пятимандатным округам, но, наверное, и по единому округу тоже. 21 апреля на избирательные участки пойдут как, ну, скажем так, опытные избиратели, так и те, кто впервые воспользуется своим правом, для них приготовлены какие-то сюрпризы. Да, но я сейчас не буду говорить, чтобы сохранить сюрприз. Конечно, мы для тех, кто придет в первый раз, традиционно делаем такие небольшие сувениры, подарки на память об этом событии. А может быть, раз мы не будем раскрывать, да, что это за сюрприз, может быть, да, небольшую памятку, что нужно знать избирателю, который идет на избирательный участок делать свой выбор? Ну, во-первых, избиратель должен взять с собой паспорт, естественно, определить, на какой участок ему прийти. Это можно сделать, везде границы участков имеются, то есть и будут приглашения. Вот. И, собственно говоря, на участке ему нужно по паспорту получить два бюллетеня, зайти в кабину для голосования, поставить галочки в одном, одну, в другом, до пяти. Ну, естественно, для того, чтобы поставить галочки, избиратель должен понимать, за кого он голосует, то есть он должен определиться, кого поддерживает. И, собственно говоря, и все. И опустить бюллетень в КАИБ. Спасибо большое, Александр Вячеславович, что пришли к нам сегодня в студию. А я напоминаю, что в воскресенье, 21 апреля, не забудьте посетить избирательный участок и отдать свой голос за тех кандидатов и ту партию, которая нравится именно вам. На этом программа специальное интервью завершена. До новых встреч на канале ОТВ.